Вы знаете, когда мы в достопамятные времена взгляда вместе с Сашей Политковским обнаружили дом, в котором жил премьер-министр, тогда СССР, господин Рыжков, тогда товарищ Рыжков, мы считали себя, ну не то чтобы, так сказать, героями, потому что надо было преодолеть множество всяких кордонов, чтобы снять, так сказать, этот самый дом, как бы вот пример, тогда слово коррупция не очень звучало, но пример пользования высшим государством чиновников, почти самым высоким государством чиновников, так называемых привилегий, излишества привилегий, которые как нам тогда казались. Если сейчас мы подъедем к этому дому, домику, тогда нам казалось дворцу Николая Ивановича Рыжкова, и условно говоря, этот домик перенесем на то место, где находятся виллы, там же, на Рублево, там же, в Барвихе, рядом поставим скромные апартаменты товарища Шойгу, скромные апартаменты товарища Воробьева, скромные, я имею в виду, губернатора московского, ну и так далее, по списку, неважно, скромные апартаменты товарища, не знаю, Пупкина, да, вот назовем их так, всех, а их тысячи, то, поверьте, дом, в котором жил премьер-министр великой страны под названием Советский Союз Николай Иванович Рыжков, это будка сторожа в лучшем случае, а скорее всего, будка для собаки, по сравнению с этими дворцами. О чем я? Я о том, что зарплаты этих замечательных чиновников хорошо известны, они их публикуют, делают это красиво, громко, с помощью вас, так сказать, делают это гласно, на те зарплаты и те доходы, которые получают нынешние чиновники, в лучшем случае, ручку от двери входной можно от этих дворцов купить. Откуда все остальное? Я могу повесить очень длинный, очень большой знак вопроса, и полагаю я, что этим вызову только, как бы, так сказать, ваше отвращение. Ну что ты, Мукусев, да откуда говорит, что это воры, это, так сказать, гады, там и так далее. Вы все это знаете сами. Страшно не то, что они воруют, страшно то, что нету механизма, которое бы это воровство мог вот так вот, так сказать, вытащить на сначала суд общественности, сначала, так сказать, привлечь к этому внимание, так сказать, прогрессивного человечества, а стало быть, заинтересовать в этом и правоохранительные органы. Вот эта цепочка сломана, потому что правоохранительные органы – это часть той самой системы, которая ворует. Поэтому бессмысленны все эти замечательные громкие расследования Навального, бессмысленны, так сказать, попытки новой газеты или других еще как-то странно работающих, а не то, что свободных, не то, что независимых, но просто честных средств массовой информации, как бы достучаться до власти. Ребята, ну уже за гранью, уже перебор. Ведь когда-нибудь это все кончится. А как наши дети будут реагировать потом на то, что вот все то, что происходит сегодня, будет выложено вашими последователями? Ведь те, кто придет после вас, первое, что они сделают, это скажут – они воровали. Я был честный, а вот они воровали, они убивали, они там хрупционеры и так далее. И начнется вал разоблачений. И наши с вами дети, ну мои уже внуки, нас с вами спросят. Ребята, вот вы при всем этом жили. А вы что, не понимали, что вот все это происходит? То есть, говоря о коррупции, мы должны думать не о сегодняшнем дне. Мы должны думать о том, что произойдет через год, через два, через десять, когда сменится власть. Вот этот удар, который будет нанесен по не только взрослому, старшему поколению, который видел, перевидел всех этих, так сказать, все эти истории, еще начиная с коммунистов, да, еще начиная там с царя-косаря. А вот те, кто живет сегодня в ощущении – ребята, классно, Крым наш, мы сейчас в Сирии всех победим там и так далее, мы вставим с коленой. И вот они будут потом поставлены перед фактом, что, оказывается, все это было чудовищным враньем, только для того, чтобы за этим враньем, за этим, вот, так сказать, дымовой завесой всего вот этого, так сказать, нашего милитаристского угара спрятать собственное желание, ну, не сесть на скамью, потому что есть только один способ уйти от власти – это сесть на скамью подсудимых. И другого способа нет. Поэтому они держатся за власть, поэтому, так сказать, они от нее никуда не уйдут. Вот, думая о наших детях и внуках, мы должны, наверное, всерьез сегодня задумываться о том, что такое коррупция в России и насколько она опасна. Продолжение следует...